Сегодня мы начинаем вот эту нашу новую рубрику «Терапевту на заметку». И мы решили, Сын Тульвановичем, что первую тему мы сегодня обозначим. Тема вот по поводу алкоголя. Я сразу хочу сказать, мы не будем говорить о лечении алкоголизма. Это наркологическая проблема, и это всё другое. Это другие профессии, это всё другое. Другие шифры, коды по МКБ, всё другое. К сожалению, мы будем говорить об алкоголь-ассоциированных состояниях в клинике внутренних болезней. Речь идёт о том, что, к сожалению, мы это сегодня покажем, наши люди вне зависимости от заболеваний выпивают. И как обсуждать эту тему у выпивающего больного условно с сахарным диабетом или перенесенным инфарктом, или больного с абструктивной болезнью лёгких? Как расценивать эту алкогольную, понятную историю? Вот об этом мы поговорим. Тема очень важная и абсолютно ежедневная. В практике любых врачей у терапевта, поликлиники и стационара тема патча. Ещё Бернард Шоу сказал, что алкоголь – это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием «жизнь». Ну, вы знаете, что наши пивающие люди злоупотребляют этим тезисом, безусловно, не зная высказываний Бернарда Шоу, они знают совершенно другие слова и других авторов этих слов. Да, потому что когда они бьются в делирии, как вы понимаете, они стихи Пушкина не читают. Они рассказывают свою жизнь, да, и пассатижи, кто у меня украл то, сопровождают это соответствующими словами, мало имеющие отношения к литературе. Да, но, тем не менее, многие действительно ссылаются на то, что социальная жизнь не такая простая, поэтому стали пить. Ну, это лишний раз, думаю, что свидетельствует просто, что люди не понимают, ну, может быть, не хотят трудиться, потому что когда люди трудятся, то не до алкоголя. Словом, это такая маленькая преамбула. Я бы хотел, чтобы Анатолий Иванович обозначил те вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать. Аркадий Львович, я думаю, что вы абсолютно правы, сделав такое вступление. Алкоголь – это одна из проблем нашего государства. Ну, существуют легенды, что вообще русские – это пьющие люди, но это не совсем так, потому что уровень потребления алкоголя, это чётко показано, он связан с разными причинами. На первом месте стоит депрессия. Действительно, депрессия может быть основной причиной потребления алкоголя. Вот как выразился Бернард Шоу. Это действительно так. А причин депрессии очень много. Недостаточный заработок, плохие отношения в семье, это неудавшаяся карьера и так далее, и так далее, и так далее. Но мы это разберём, Аркадий Львович подчеркнул, не столько в социальных позициях, сколько мы коснёмся тем изменениям в организме со стороны различных органов систем, которые констатированы у людей, злоупотребляющих алкоголем. Вот основные вопросы у нас будут. Алкоголь как причина коморфитности. И будем пользоваться такими дефинициями, как опьянение, отравление, обстиненция. Мы продолжим вот эту концепцию, автором которой является Аркадий Львович Вёркин, диагноз в дверях алкогольной стигмы. Несмотря на внешнюю простоту, я вам должен сказать, это очень серьёзная система, система, владея и пользуясь которой, можно действительно ускорить правильные диагнозы, правильную оценку человека, который входит к нам в кабинет. И оценка тяжести алкогольного состояния. День, сегодня будет приведен целый ряд таблиц. Если они вас заинтересуют, вы приготовьте либо гаджет, для того, чтобы сфотографировать их с экрана, либо действительно можно будет при повторном просмотре сегодняшнего нашего обсуждения, который будет выявлен на сайте амбулатурный врач, всё это будет детально посмотреть. Да, я бы хотел акцентировать на последнее, потому что последнее имеет огромнейшее значение для той маршрутизации, которая должна быть с этими пациентами как в поликлинике, так и в стационаре. Потому что человек в алкогольном вот этом состоянии может быть опасен, и надо понимать, когда эта опасность наступает. И вот об этом поговорим. Я вам сейчас покажу совсем неприглядную картину, совсем неприглядную картину, абсолютно традиционную для любого медицинского учреждения. Да, вы видите, что здесь больные наши, с понятными, тяжёлыми заболеваниями по совершенно немыслимым канонам пьют. Вот это невероятно. Очень трудно себе представить, что в Париже человек, больной с сахарным диабетом, будет пить водку или ещё хуже его суррогаты. Но, тем не менее, обратите внимание, 30% пьющих имеют диабет. 33% пьющих имеют абстрактивную болезнь лёгких. Здесь более понятная история, потому что это русская наша. Пить, курить и говорить я начал одновременно. Это как раз сюда, в сторону Хоббл, потому что пьющие люди все деньги тратят только на алкоголь. На закуску у них нет денег, поэтому единственной закуской является сигарета. А так как это годами происходит, то и формируется абстрактивная болезнь лёгких. Да, 48% имеют аденом предстательной железы. Не случайная история. Пьющий человек имеет значительно чаще гиперплазию предстательной железы. Почему? Не знаю. Вероятно, какие-то есть влияния суррогатов, но, тем не менее. Ну, а потом начинаются все осложнения, которые с этим связаны. Язвенная болезнь. 25%. Вы вообще представляете? Иметь язвенную болезнь и продолжать пить. Причём я не сказал ключевую фразу. В данном случае речь идёт только об умерших людях. Только об умерших людях. Поэтому всё, что эти цифры, это не взгляд со стороны терапевта или кого-нибудь, а это то, что было на секции. Какая-то невероятная алкоголизация всей нашей страны вне зависимости от болезни. Там пьют многие, и молодые, и так далее. Но когда пьют больные люди? И самый главный вопрос из-за того, что формируется у большинства из них так называемая алкогольная поливисцеропатия, то становится достаточно трудным диагностика. Вот мы своим врачам всегда говорим, что если у вас не получается диагноз, не получается диагноз, не всё вкладывается в какую-то логику, ну, обратите внимание, может, это пьющий человек. И вот эта его алкоголизация изменила всю картину. Чтобы было понятно, вот, Антон Иванович, мне не даст соврать, старые врачи считали, что у пьющего человека нет атеросклероза. Правильно, Антон Иванович? Да, было такое влечение, была такая позиция, но она потом была принципиально изменена. Изменена, потому что, скорее всего, появились другие напитки, а главное, появились суррогаты. И сегодня и инфаркты, и атеросклерозы, и всё это присутствует у наших людей. Словом, большая медицинская проблема – алкоголь, ассоциированный состояние при патологии внутренних органов. Вот о чём я хотел вам сказать, продолжая. Вот классика алкоголизма. Это цирроз печени, портальный цирроз печени, с печёночной недостаточно, с печёночной энцефалопатии, с печёночной почечной, с телеангиоктазиями, с портальной гипертонией, с варикозными венами, асситом, кровотечением и так далее. И желтухой. Так вот, сегодня в практике банального стационара, банального стационара, который рассчитан на народ, понятно, мы не говорим сейчас о раритетных каких-то учреждениях, а вот то, что вот так вот. Да, очень трудно найти больного с желтушным портальным циррозом печени. Не доживают. Потому что сегодня алкогольный модерн. Алкогольная энцефалопатия с отёком мозга, что приводит к смерти. Алкогольная кардиомиепатия с тяжёлой сердечной недостаточности. Циррозы печени в своей очередной, но не в основной. Тяжёлый панкреатит с панкромикрозами. Тяжёлые нейропатии, нефропатии. Словом, огромная палитра. Огромная палитра алкогольных поливисцеропатий. Вот это то, чего нас сегодня характеризует. И, вероятно, только одно. Я это много раз говорил. Если раньше пили, может быть, даже не меньше, но пили всё-таки виноградное вино. Портвейн. Плохой виноград, плохой очистки, но виноград. Ни у кого не возникали идеи в этот виноград добавить что-то. Сегодня пьют суррогаты. Причём уловить эти суррогаты невозможно. На каком-то этапе нас заинтересовал вопрос, что же туда входит, какие суррогаты. Ни одна самая привилегированная лаборатория Москвы не смогла нам ответить на вопрос, какие суррогаты. Потому что знать бы суррогаты, может быть, было бы какое-то противодействие. Это неизвестно. Что доливают, никто, никто не знает. И это, наверное, отражается на возникновении алкогольных заболеваний. Вот смотрите. Первый вопрос, который обозначил Анатолий Иванович, это коморвидность. Вот посмотрите. Это пьющий человек. Чего у него только нет. Цирроз печени. Посмотрите, эта печень какая невероятных. И размеров от свет, и бугристая. Селезёнка почти как печень. Варикозно расширенные вены пищевода с кровотечением. Вот так кровь в желудке. Огромных размеров сердца жировой дегенерации. Желтушный нефроз. Дырка в голове в результате инсульта. Это разве не коморбидная патология? Это разве не задействованы все органы? Поэтому, отвечая на первый вопрос, алкоголь – это коморбидное заболевание, характеризующееся алкогольной поливисцеропатии. Мы обозначили следующий вопрос. Как вообще разобраться? Я вам хочу сказать в начале, что как только появляется алкогольная тема, то все остальные патологии, которые могут быть у больного, уходят на второй план. Итак, если у больного отравление этанолом и одновременно инфаркт миокарда, первый диагноз, первый день диагноз – это диагноз алкогольного отравления. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому разобраться в дефинициях мы сейчас вам постараемся рассказать. Продолжите, пожалуйста, Антон Иванович. Сейчас мы вам покажем два слайда. На мой взгляд, они представляют большой интерес и теоретически, и практически, я бы сказал. Врач, собирая анамнезу пациента, должен четко себе представить те дозы, которые пациент потребляет. Правда, в силу целого ряда обстоятельств, скажем так, ложной скромности, стыдливости, люди нам не всегда дают достоверную информацию. Но первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это принципиальную позицию. Нет безопасных доз алкоголя. Вот давайте мы начнем с этого. Потому что иногда спрашивают, а вот сколько можно выпить, а это не может повлиять на органы и так далее, и так далее. Нет безопасных доз алкоголя. Люди настолько разные по своему генетическому составу, при генетической предисположенности, поражением тех или иных органов, как ведущей патологии при употреблении алкоголя, что прогнозировать это достаточно сложно. Нет безопасных доз алкоголя. Это первое. Вот здесь количество так называемых стандартных доз этим за рубежом пользуется, вот этим показателем. И показано его соответствие с различными напитками, их объемами. А вверху четко обозначены вредные дозы. Перечислять я это не буду. Это желательно либо потом восстановить в гаджете, либо сейчас сфотографировать. Но эта таблица чрезвычайно важна, потому что, не зная ее, мы не имеем четкого представления, сколько все-таки нормальному здоровому человеку можно выпить. Можно следующий слайд? Вот я бы вам сейчас хотел остановиться на очень важном вопросе. Но для того, чтобы он был понятен, я всегда врачам рассказываю одну историю. Ну, допустим, мы сейчас возьмем в качестве примера да, ну вот Анатолия Ивановича, да, и вот такую сделаем сценку. Вот, допустим, Анатолий Иванович живет не в Москве. Ну, просто я его вижу, поэтому мы взяли его вот в качестве такого примера. И вот Анатолий Иванович живет не в Москве. Ну, всю жизнь он мечтал побывать в Москве, а главное – побывать в Большом театре. Вот мечта, такая детство. И вот она осуществилась. Как наступает день, когда он прилетает или приезжает на поезде в Москву, до коронавирусной инфекции все это было, из вагона вышел, не успел позавтракать, какие-то дела он делает, но голова занята только одним – Большим театром. И вот в семь вечера эта аудитория невозможной красоты Большого театра, эта аура потрясающая, эта музыка невероятная. Антракт. Первый ажиотаж спал, и он почувствовал что-то нехорошо. Да, может быть, даже затряслись немножко руки, не знаю, испарина на лбу. Он просто почувствовал, что он голодный, и вспомнил, что он ничего не ел. И пошел в буфет. В буфете Большого театра дают шампанское. И вот он выпивает глоток шампанского, или там полбокала, и ему становится совсем нехорошо. Люди, которые рядышком вызывают скорую помощь. Приезжает скорая помощь, и от нашего коллеги пахнет алкоголем. Какой диагноз? Мне, конечно, приятно, что у меня примеры. Я думаю, это потому, что я неоднократно в вашем присутствии высказывал недоумение. Вообще, я считаю, что алкогольные напитки в театрах подавать не следует. А в той ситуации, которую вы обрисовали, тем более. Потому что, действительно, немолодые люди приходят в театр. Приходят голодные, приходят уставшие. И даже небольшая доза алкоголя, а мы покажем, сколько времени держится даже небольшая доза алкоголя, с учетом индивидуальных особенностей, она может действительно нанести существенный вред. Я уж не говорю о том, что она может изменить восприятие той высокой культуры, которой можно наслаждаться в том же, в том же, в том же, в том же театре. А вот тот пример конкретный. Человеку стало плохо, от него уловили запах алкоголя. Это, конечно, алкогольное опьянение. Вот. Вот тут мнения ученых разошлись. Дело все в том, что обратите внимание на последнюю строчку. Алкогольное опьянение отсутствует как заболевание в МКБ-10. Но в диагнозах это часто присутствует. А в диагнозе что неправильно. Потому что раз болезнь отсутствует в МКБ, значит, такой болезни нет. Это некое состояние души. Когда мы говорим о том примере, который привел я. Врач, коллега, интеллигентный человек, большой театр и шампанское не на рынке купленное. Может быть, вообще не стоит в данном случае употреблять термин, который любой, который начинается со слова алкоголь и заниматься тем, что произошло. Может быть, гипогликемия, может быть, давление повысилось, может быть, понизилось, может быть, тахикардия, может быть, брадикардия. И следующий вопрос. Потому что, когда запах есть алкоголя, то это называется отравлением. И только так. Но у кого? У пьющего человека. Поэтому, как только речь идет о приеме алкоголя, ну, послушайте, есть праздники, Новый год, но мы же тоже можем себе позволить, там, не знаю, бокал шампанска, но это же понятно, и от нас будет пахнуть алкоголем, но мы не можем быть алкоголиками. Это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос медицины сегодняшнего дня. Потому что отравление у алкоголика, у пьющего человека, оно чревато. Чревато невозможными последствиями по тому сценарию, который здесь представлен, включая смерть, что мы наблюдаем очень часто в нашей практике. Очень часто. Медленно развивается поливисцеропатия, очередной прием алкоголя, вызывает отравление, никак иначе не может называться, а судьба умрет или не умрет, зависит только от одного. Вот тех органов, которые алкоголем повреждены. Если в алкогольном поливисцеропатии, шансов выжить нет. Шансов выжить нет. Поэтому очень важно в практической работе иметь возможность определения стигмы. И вот тот опросник, который Анатолий Иванович сейчас прокомментирует. Опросники сейчас уже активно внедряются в нашу повседневную практику. Конечно, это большая нагрузка на врача. Это верно. Во-первых, запомнить их все невозможно. Мы это прекрасно понимаем. Нужно знать, какие опросники нужно держать под рукой в справочном варианте, например, в гаджете. И нужно правильно ими уметь пользоваться. Но я вам должен сказать, что опросники, они объективизируют нашу диагностику и степень тяжести того или иного процесса. И как бы они нам с вами не катались, избыточной нагрузкой при нашей повседневной ситуации дефицита времени, мы все-таки их должны знать и имя по возможности пользоваться. Вот что касается скрытой алкогольной зависимости. Для диагностики скрытой алкогольной зависимости, хронической, необходимо получить более трех положительных ответов из тех, которые здесь представлены. То есть практически нужно, чтобы почти на все пациент ответил положительно. Я не буду зачитывать этот слайд. Его достаточно пробежать глазами. Вопросы понятные. Но хотел бы еще раз подчеркнуть. Опросники нужно использовать. А вот что делать, когда перед вами человек с положительными тестами, которые вот сейчас Анатолий Иванович сказал, да, и внешние стигмы, о которых мы поговорим дальше, а он пришел к врачу на прием, но стало известно, что он на протяжении, не знаю, недели запойно пил. Затем он пробудился, закончились деньги, и проходит 3-4 дня, и у него появляется все то, что он нажил в ту неделю, когда он пил запоем. Ну, например, в зимнее время отморожения они пьют и засыпают там на снегу. Пневмонии – пожалуйста. Травмы – пожалуйста. Это все очень-очень. Поэтому всегда такие больные, которые приходят с чем-то на прием в поликлинику, и зная, что это внешне соответствующим образом выглядит человек, да еще у него, он не скрывает, что он там пил последние 3-4 дня, запаха алкоголя не будет. Но диагноз первый должен быть алкогольный. И называется это абстиненция. И называется это абстиненция, имеющая такие же прогностические вещи, как и отравление. И все зависит только от одного – от сохранности оставшихся неповрежденным алкоголем органов. Если они повреждены, будет смерть. Поэтому алкогольная тема и смертью очень-очень. И вот то, что я пытался вот так вот с Анатолио Ивановичем вместе изобразить. Итак, алкоголь ассоциирует к состоянию их два. Первое называется отравлением, второе называется абстиненцией. Отличие в одном – пахнет или не пахнет алкоголем. Это первое. Но второе очень важное – это социальный статус. А именно статус, что это человек, который не пойми, где живет и так далее, имеющий стигмы алкогольного длительного заболевания. И вот только тогда мы имеем возможность писать отравление этанолом и его суррогатами или алкогольная абстиненция. А после, пожалуйста, гипертония, ишемическая болезнь, диабеты не имеют значения, что в том числе и острые заболевания. Первая болезнь идет алкогольная. Это как бы новая, ну, условно, новая медицина. Ее нужно знать. Кстати, Анатолий Иванович, посмотрите и прокомментируйте. Да, это МКБ-10, алкоголь-зависимые заболевания. Здесь следующие группы. Это слева обозначены алкогольные заболевания печени. Их перечисление. Посмотрите, какая палитра тех или иных изменений развивается на бочке хронического приема алкоголя. Второе – это алкогольные заболевания центральной нервной системы. Здесь и полинейропатия алкогольная, и дегенерация центральной нервной системы вырезанной алкогольной. Затем алкогольные заболевания сердечно-сосудистой системы, кардиомиопатия. И спектр большой психических расстройств. Они здесь перечислены. Хочу обратить ваше внимание, что выраженность указанных групп изменений со стороны внутренних органов, она у каждого пациента своя. Вероятно, здесь имеет значение генетика. И поэтому, собирая анамнез, все-таки нужно поинтересоваться к нам, родителям, особенно мужчинам, хотя и женщины надопьют. Я имею в виду отцов и матерей. Но все-таки нужно поинтересоваться анамнезом для того, чтобы хотя бы в черне представить себе генетическую предрасположенность. У кого-то может очень быстро развиться патология печени, у кого-то центральная нервная система, у кого-то серийно-сосудисты, заболевания, психические расстройства. Но я полностью согласен с Тейсом Аркадем Львовичем. Это сочетанное поражение различных органов системы. Только их выраженность у конкретного человека в соотношении, может быть, несколько раз. Вы абсолютно правы. И это очень имеет большое значение, когда мы пишем, да, эпикриз, умершего человека, пьющего с алкогольной поливисцеропатии, но без острого состояния. Он не отравился, и у него нет делирия. Он просто пьющий. И вот как быть в этой ситуации? Да, при наличии полиорганных нарушений. Мы выбираем тот орган, который наиболее пострадал. Ну, условно, у больного пьющего есть алкогольная кардиопатия с тяжелой сердечной достаточностью. Это будет болезнь алкогольной кардиомиепатии отсложненной сердечной достаточностью. У больного, не знаю, желтуха, портальная гипертензия, портальность у распечения будет основном. Это очень важно. И обратите внимание, в МКБ есть все шире коды на все те болезни и те проявления, которые только что мы говорили. Очень интересный вопрос – алкогольные стигмы. Но перед тем, как эти стигмы рассказать, давайте вот эта маршрутизация алкоголя в организме, то, что сейчас модная тема – маршрутизация. Итак, выпивает, попадает в организм, в печень. Тут всевозможные легенды ходят, что у кого-то там такие ферменты, сетие ферменты, и поэтому кто-то пьянеет, кто-то не пьянеет, кто-то буянит, кто-то не буянит. Но это разговоры не беспочвенные. У всех действует эта знаменитая алкоголь-дегидрогеназа, и у всех она превращает алкоголь в ацетальдегид. А это затем превращается в уксусную кислоту, ну и далее в углекислый газ и воду, которая выводится из организма. Но для того, чтобы эти процессы шли успешно, скорость поступления алкоголя в организм должна полностью соответствовать скорости его переработки. И ежели это не происходит, накапливается ацетальдегид, уксусная кислота, и возникает то, что возникает полиорганные нарушения. Посмотрите, чем опасен ацетальдегид. Антон Иванович, пожалуйста. Да, ацетальдегид, он вызывает много неприятностей в организме. Он замедляет время реакции, снижает остроту зрения, нарушает восприятие вкуса запаха и слуха, угнетает функции центральной нервной системы, страдает физическая работоспособность, психические возможности ограничены у этих людей и провоцируется, как мы об этом неоднократно напоминали, провоцируется заболевание печени. И вот следующий слайд. Да, сейчас, Антон Иванович. Ну и ежели вы посмотрите повнимательнее, то может быть вы поймете, что когда человек, ну условно кто-то из неалкоголиков, ну чуть-чуть выпил лишнего, то вот это все может быть. Но алкоголика, это носит критический характер, и называется это отравлением этанолом. Очень важно понять. Пожалуйста. И вот очень интересно, сейчас будут две таблицы, это время распада алкоголя у мужчин. Ну существуют легенды, что пиво это вообще всего ничего. А вот посмотрите, даже при употреблении относительно небольшой дозы, здесь условные цифры один, два до пяти, два часа бутылка пива, она реализует все свои нежелательные действия в организме. А я хочу обратить ваше еще внимание на то, что, например, безобидная, на первый взгляд, шампанское. Оно может быть до восьми часов сохранять свой эффект, и этот ацетальдегид, он отрицательно влияет на органы и системы. Например, вино, бокал, 200 миллилитров, при наличии вот этих показателей, коэффициентов, он может быть до 14 часов. И, пожалуйста, если можно, следующее слово. Это у мужчин. Это у мужчин, Анатолий Иванович. Да-да-да, это у мужчин. Ну, в слайде написано, поэтому, да, вы правы, мужчина. А вот теперь у женщин, посмотрите, у них распад алкоголя существенно замедлен. Я бы сказал, практически где-то не меньше, чем в два-три раза по целому ряду показателей. И вот, посмотрите, пиво от шести часов, одна бутылка, от шести часов, я уж не говорю о более в продолжительных сроках. Вино от семи часов, водка от десяти часов, а вот шампанское, безобидное шампанское, которое женщины всегда любят, считают божественным праздничным напитком, от четырех часов. То есть, еще раз подчеркиваю, у женщин период распада алкоголя в два с половиной, три раза дольше, чем у мужчин. Поэтому, когда поступают наши водители автотранспорта вот в стационар, и они нам рассказывают, что они не пьют, и только они это делают в конце недели, в пятницу вечером с ребятами, они это называют еще особым термином «шоферской день», и в субботу, а потом говорят о воскресенье, уже нет, потому что в понедельник на работу. Так вот, надо понимать, что в понедельник, да и во вторник еще, в зависимости от выпитого, сохраняется ацетальдогид в крови и все его последствия, которые вызваны им. Поэтому аварии, поэтому трагедии на дорогах и многое другое, что с этим может быть связано. А это еще одна сетка ЛИГО, это выявление соматических эквивалентов длительного употребления алкоголем. Вы видите, что и при отравлении у больных, и при обстиненции, ну, по количеству баллов, баллов много. Ну, вот тут перечислены самые-самые такие частые внешние проявления, которые вот можно увидеть, многие из которых можно увидеть, то, что мы называем диагноз дверей. Но я бы хотел обратить внимание, здесь нет, потому что это, к сожалению, сделано не по нашим трафаретам, а по европейским. Здесь нет важных компонентов. Здесь нет зубы, состояния зубов. Я уже говорил, что отсутствие зубов бывает в нескольких ситуациях. Ну, цинги, слава Богу, уже нет, поэтому мы это не обсуждаем. Алкоголь может быть проявлением отсутствия зубов может быть проявлением сахарного диабета. Есть такой симптом при диабете адвентия, полный или частичный адвентия зубов. Это может быть при грыжи, диафрагмальной грыжи, когда постоянно рефлюкс кислого содержимого попадает в ротовую полость и возникает продонтита и так далее, и зубы выпадают. И третье это алкоголь. Поэтому это внешняя сторона, плюс отсутствие зубов, плюс надо посмотреть на ногти, если возможно, есть еще и на пальцы ног, и понять, что там обработка этих мест не было никогда в жизни. ним. Да еще один очень интересный симптом – это рубец посрединной линии живота, там чуть ниже пупка или там на уровне пупка, как следствие проводной язвы. Потому что проводная язва, как правило, связана с алкогольной болезнью. И вот я такую шутку рассказываю всегда, что если ребята встречаются за круглым столом в своей компании, то каждый задирает рубашку. Ну и вот если под рубашкой нет рубца, то про такого говорят, он чужой среди своих. Вот так, чтобы вам было. Еще я люблю говорить женщинам особенно, что если заходит мужчина, который никаким образом не может вызвать сразу никаких эмоций позитивных, ни с первого, ни со второго взгляда, не забыть спросить про алкоголь. Или если сидит женщина на приеме, заходит мужчина, и она так себе мысленно представляет, а если бы он бы вошел в подъезд, и мы бы с ним там встретились, что бы я захотела сделать, побыстрее убежать и закрыться в квартире, вот проведите параллель между этой внешностью, и тогда будет понятно. Ну, много существует разных стигм, здесь они тоже перечислены, часть они там корреспондируют с предыдущим слайдом, ну, вы видите, что здесь огромная палитра, да потому что алкоголь не действует на один орган, это алкогольное поле висцеропотея, и все органы задействованы в этом. Ну, вот, молодежь, если нас смотрит, знаете, этот клип «Борода» решает вопрос, да, решает вопрос, очень часто, очень часто, вот, вот это четыре симптома «Борода», «Усы», «Отсутствие зубов» и «Сломанный нос». Очень часто история, связанная с алкогольными, ну, длительным употреблением, да, ну, это тоже, это тоже один из таких интересных моментов. Ну, и еще последнее, что мы хотели, мы сейчас, я все время повторяю одно и то же, Анатолий Иванович, мы говорим про людей пьющих, а не про нас с вами, про пьющих, со стигмами, запахом или без запаха? У пациентов, да, пожалуйста. У пациентов, вот, с теми маркерами алкоголизма, о которых вы говорили, существует набор синдромов. Это, конечно, вегетативный синдром, шифровывать его не будем, нарушение гемодинамики, прогрессирующие причем, нарушение сознания, прогрессирующие причем, и гипогликемия. Вот это основные синдромы, которые позволяют нам убедиться в том, что действительно человек употребляет алкоголь, и когда мы эти синдромы диагностируем, и не всегда можем, вот Аркадий Иванович уже, на мой взгляд, справедливо обращал на это внимание, вот когда мы не можем разобраться, в чем беда, в чем беда, в чем такая богатая вегетатика, почему нарушена гемодинамика, почему с сознанием что-то не то, мы все-таки должны обязательно, внимательно иметь данные анамнеза по алкоголю, не всегда от пациента, иногда от членов семьи, но это очень важно, у нас диагностическая концепция будет более правильная, более обоснованная. и в зависимости от выраженности этих симптомов и определяется тяжесть алкогольного заболевания, и это очень важно, потому что если эти синдромы есть, ну, этого человека надо госпитализировать, потому что что у него будет через 2 часа, через 5 часов, через 10, никто не знает, и прогноз малоблагоприятный, но вот тут для тех, особенно, кто работает в стационаре, да и для поликлиники. Есть несколько градаций, то, что мы называем распределение потоков и маршрутизация в зависимости от наличия или отсутствия симптомов, наличия или отсутствия аномистических сведений о том, что это было за жизнь до этого, и в зависимости от того, что он пил, как долго пил и количество. Ну, вот для кого это будет интересно, можно так написать. вот это схема маршрутизации человека на любом этапе медицинской помощи, ну, в стационаре, в частности. Ну, вот то, что мы хотели вам поведать, мне кажется, это достаточно злободневная тема. я хочу вам сразу сказать, что все, что вы сегодня услышали, вы сможете посмотреть в наших рубриках на сайте терапевту на заметку, либо амбулаторный экспресс, либо вебинары. Ну, в данном случае мы сегодня обсуждаем алкоголь из раздела терапевту на заметку. Ссылка на презентацию и на наш видео будет в описании вот на баннере, который вы это увидите. Пожалуйста, смотрите и ну вот, пишите нам, если у вас будут какие-то вопросы. Анатолий Иванович, вам большое спасибо. У нас следующее по расписанию встреча с нашими докторами в 12 часов 10 минут. У нас есть только один комментарий. Большое спасибо спикерам. Большое спасибо. Еще одно комментарий. Огромное спасибо. Да, к сожалению, вопросов нет, но, может быть, они будут, но благодарность поступила. Спасибо.